Всем привет! Меня зовут Володя Соловьев, я дизайнер-иллюстратор и сегодня я покажу вам, как можно сделать иллюстрацию, которую можно будет использовать на мерче например, на кружке или в качестве сникера Расскажу вам, что такое формат изображения, какое изображение требуется для иллюстрации подпечать на кружку какое изображение требуется для печати на майку, как вообще устроен пайплайн, как удобнее всего рисовать начиная с планшета, будем использовать Procreate и заканчивая композицией в векторном формате для вывода на печать Поехали! Передо мной стоит задача сделать иллюстрацию для YouTube-канала для мерча YouTube-канала Александра Плющева, это такой ведущий новостей, выпускает утреннее шоу ежедневно очень интересно, рекомендую, достаточно объективно и очень хорошие гости Значит, тема Хэллоуин, есть логотип, такое солнышко с портретом и на эту тему появилась идея сделать иллюстрацию в виде портрета на тыкле Я набрасываю эскизы для того, чтобы выбрать верное направление Рассмотрим Первый эскиз И вот формируем первую тыкву Как-то она так будет выглядеть Как ее оформить? Ну, скорее всего, у тыквы должны быть листочки Первая идея Прорабатываю просто обычной ручкой Вторая идея, это сделать тыкву со свечками Что-то более мрачное и страшное, более хэллоуинское Вернулся к первому эскизу Потому что понял, что надо сразу продумывать и освещение Освещение у хэллоуинской тыквы изнутри Поэтому, как она будет выглядеть? Там, где ее прорезали больше, там будет больше прозрачность Значит, там будет больше яркого цвета Такое свечение надо отобразить Там, где больше прорезано, там должно быть более желтым и белым Уточняю, как выглядит свечка Начал делать третий эскиз Несколько тык друг на дружке Вернулся к первому Понимаю, что надо сразу прорабатывать освещение внешне И продолжим работу над третьим эскизом Вот только что я накидал бликов на все от свечей И сразу иллюстрации начинают оживать Вернулся ко второму эскизу И думаю, что, может быть, стоит найти здесь что-то еще Кроме свечей, может быть, что-то сделать более хэллоуинское И такая мне идея, что, может быть, там сделать руки или какое-то привидение По-разному пробую, как бы это можно было сделать Огонь, какой цвет, все проверяю Потом понял, что не очень это хорошая идея И решил попробовать решить композицию с помощью цветового пятна сверху Все вернул И решил переключиться сразу на четвертый эскиз Четвертый эскиз мне достаточно понятен Это тыква с конфетами То есть это, может быть, не тыква, а корзинка с конфетами В виде тыквы Теперь вы можете снять Вернулся ко второму эскизу и добавляю туда ночь с луной. Так, на четвертом эскизе делаю больше элементов от Хэллоуина. Все компоную и подписываю. На этом работа с эскизами закончена. Показываю результат и уточняю, что хочет поправить. Для финализации был выбран вот такой результат, когда несколько тык друг на друга и свечки. Да, на самом деле, самая интересная композиция получилась. Теперь буду уточнять. Вот я перенес на новый холст эскиз и буду его сейчас прорабатывать. Копирую логотип. Обрисовываю весь эскиз заново. Сначала контуром. Вот это я собрал палитру основных цветов, которые буду использовать. Мне очень нравится графичность, и поэтому мне очень важно использовать лимитированное количество цветов. Использовать одни и те же цвета в разных предметах на разных местах, это более крепко держит изображение, на мой взгляд. Значит, палитру я просто рисую на отдельном слое, чтобы она была сверху. Чтобы можно было заткнуть с помощью пальца от ветки в прокрытии. Выбрать внутреннее изображение и не взглядеть каждый раз в меню. Все время не взглядеть в палитру. Это намного дольше и дальше. Ну вот, первая тыква. Контур и заливка. Заливку я делаю на отдельном слое, чтобы можно было все контролировать. Перехожу ко второй тыкве. Контур тыквы. Мелкие детали. Сейчас не очень видно, что приходит. И начинаю заливать. Опять же, на отдельном слое делаю заливку и раскрашиваю мелкие вмятинки на тыкве. Мигание это потому, что я переключаю слои туда-сюда, чтобы посмотреть, все ли я там рисую, где надо. Вот добавил новый цвет в палитру, темный. Немного потренировался с ручкой. И перехожу ко второй тыкве. К верхней. Так, вот. Плюс очертания лица. Добавляю деталей. Уточняю, как будет она выглядеть сверху. Делал второй слой. Заливкой. Перешел обратно к самой большой тыкве. На ней делаю детальки. Вписываю логотип в вырезанную часть тыквы, чтобы она лучше-то вставлялась. Прорабатываю детали и перехожу к маленькой тыкве справа внизу. Так, теперь начались свечки. Свечки я делаю очень просто. Одна. Одним цветом заливаю. Вторым цветом тень. И третьим цветом будет блик. Вот я начинаю делать блики на тыквах от свечей. Опять же, на одном условии просто я рисую одним цветом желтым. Начинаю прорабатывать просветы в вырезе портрета. Чтобы придать объем вырезанному изображению. Ну и конечно псевдообъем. На самом деле, понятное дело, что нос он как бы сформирован из тени. Немножко небольшой обман. В реальности было бы не так, графика работала бы не так. Но мне нельзя портить логотип, потому что он достаточно узнаваемый этими широкими мазками. Но при этом надо придать изображению ощущение того, что оно подсвечено изнутри. Значит, я вышел на то, чтобы сделать декоративное оформление в виде вот таких надрезов-срезов в виде штрихов, которые изображают как бы срезаемость материала с тыквы. Покрыл все лицо штрихами, чтобы изобразить срезы от ножа, когда делают портрет. Очень графичное решение. И я стараюсь много штрихов добавить. Это будет много деталей, будет интересно смотреть гладко. Будет все время цепляться, двигаться дальше и смотреть, куда это идет. Угладывать форму с помощью того, какие штрихи созданы. Добавил сечения в глаза. Начинаю прорабатывать мелкие блики на штрихах у верхних тыкв. Прорабатываю белым свечение от свечей на боках тыквы. Поменял немножко цвета, добавил еще один цвет, теневой. Расширил на портрете зону свечения, добавил блик на нижней тыкве. И решил добавить крепкого цвета на портрете. Детали на нижней тыкве. Это я сейчас помигал и посравнивал с эскизом. Что у меня уехало, что не так. Где я увлекся, а где и что-то потерял. Потому что, когда делаешь эскиз, он имеет одну атмосферу. А когда прорабатываешь, ее можно немножко потерять. Ее надо всегда стараться сохранить. Потому что выбрать эскиз, и надо придерживаться эскизов, ощущениями. А когда прорабатываешь, начинаешь вникать в детали. И можно потерять то, что было хорошего на эскизе. Блики на щеке логотипа. Мелкие детали на различных тачных тыквах. Мелкие блики на верхних тыквах. Вот первоначальный эскиз. Очень гладкий, конечно же. Это я примерил, где будут освещения. И прорабатываю свечки. Немного поменял форму огней. Чтобы было более округло. Не так... Не так остро. В общем, на самом деле, огонь, он более овальный. Чем... Чем как луковица. Он не как луковка выглядит. Он овальчиком выглядит. И распределение огня, оно такое... В виде... В виде треугольничка. Смягченного, с округленными углами. Заметил, что у средней тыквы не достают одного зуба. И исправил ток. Прорабатываю мелкие врики. И вот сейчас я снизу делаю тень. Чтобы дать объема относительно расположения в пространстве к земле. И здесь я начинаю уже прорабатывать такие тонкости, как... Которые не видны совершенно на видео. Дело в том, что я дальше буду переносить это изображение в векторный редактор. И там мне надо будет качественно это все векторизовать. Для этого я каждый слой прохожусь и стираю всякие ненужные пиксели. Смотрю, там не было как-то мухар. Сглаживаю там, где какие-то штрихи на невидимых местах. Я их просто стираю. И просто выравниваю, чтобы было комфортно работать в дальнейшем с векторными слоями. Чтобы они были ровненькие. И без лишних точек. Потому что каждая точка это... добавляет из-за файла и усложняет изображение. Ну, просто, например, вот слой светло-желтый с бликами от лица. И я его прорисовываю, чтобы сгладить. Чтобы не было лишних дырок, которые все равно не нужны и лишних деталей. Вот, выравниваю огрехи на изображение. И так вот с каждым слоем. Я сейчас не очень сам понимаю, что происходит. Скорее всего, я просто меняю местами всякие мелочи, которые у меня уехали на другие слои. К сожалению, Procreate не записывает работу со слоями, а по-другому передать сразу и динамику работы очень сложно и очень долго. Изображение такое занимает около нескольких часов. Наверное, на эту картинку я потратил часа 4 на эскиз и часов 6 на проработку. Вот такой результат получился. И вот такое изображение я уже переношу в векторный редактор, чтобы финализировать. По сути, добавить только градиентов и немножко поправить цвета, чтобы чуть-чуть добавить колорита и вкуса к изображению. И теперь я переношу из Procreate изображение в иллюстратор. И здесь его превращаю в векторную графику с помощью Trace. Работает очень хорошо. Буквально ничего не надо поправлять. Немного удаляю эти точек. Так, ну вот это результат. Покажется, получилось. Вот такое облако. Значит, фон это частицы сделаны с помощью инструмента. Частицы очень хорошие инструменты иллюстраторы. Рекомендую очень легко сделать такие штуки, типа накидать еще, потом подвинуть или потом сильнее подвинуть. Теперь я эту иллюстрацию располагаю для печати на кружке на другом формате. И делаю изображение 230 мм на 95 мм и учитываю по 3 мм с каждого края. Соответственно плюс 6 мм каждому размеру. Делаю прямоугольник просто с заливкой. Вставляю вот такую иллюстрацию. Так она получилась. Что у нас здесь? Ну, это уже готова иллюстрация. Добавлены градиенты на этих срезах. Сделаны мягкие мягкое освещение вокруг свечей. Это тоже просто градиенты на овалах. и делаю компоновку. Еще делаю большое изображение с другой стороны. Это развертка кружки. Поэтому его будет не видно одновременно. Это со стороны с левой стороны с правой и добавляю простой фон. Это несколько кривых, которые изображают какие-то горы или лес темные. Они все с эффектом, чтобы придать неровность. и очень просто добавляю еще частиц. Это кружочки. И вот макап, как это будет выглядеть на кружке. Видите, с разных сторон по-разному это изображение считывается. Левая сторона будет всегда видна кому-то издалека, поэтому там лицо крупное. А правая сторона со стороны ручки она видна тому, кто кружку держит, поэтому там изображение чуть детальнее и мелче. Очень важно делать макап особенно таких предметов, потому что по ним не сразу понятно получилось ли хорошо или не очень. И уж тем более никак не объяснить задумку тому кто с этим никогда не сталкивался. Если у меня есть опыт кружки получается мне не нужно смотреть на макап я представляю как она повернется. Но чтобы передать эту мысль обязательно надо делать макап до ингредиентов. Это сейчас достаточно просто. Сайтов с макапами очень много. Есть и бесплатные ресурсы и платные. Очень легко найти какой-нибудь раз я сделаю подборку про ресурсы которые я использую для работы. Подписывайтесь и следите за тем что я делаю. Или вот другой макап изображение наложено на цветную футболку. Чтобы понять как это изображение ляжет при печати. Печать такая будет видимо формата А3. Вообще возможности печати на мерча надо всегда знать заранее надо быть готовым сначала разобраться с тем какие возможности для печати существуют и под него делать изображение но обычное правило такое что формат 3х4 или 1х1 дому хорошо умещается и на футболках достаточно широкие возможности от размера А3 где-то или до квадрата который чуть меньше и разумеется это изображение можно печатать и на других носителях не только на футболке на сумке на чем угодно на календаре на стене поскольку изображение теперь векторное его качества хватит на что угодно ну и также надо уделять внимание цветовое пространство которое вы используете вот например это изображение сохранено в виде CMYK и на мониторе все просмотрщики показывают эти цвета по-разному вот например совершенно серьезные искажения в цветах не надо этого бояться надо знать что так возможно раньше обязательным условием было чтобы изображение получалось в CMYK но сегодня существуют такие принтеры и мерч могут печатать с помощью таких инструментов когда возможно это не требуется поскольку очень много заказчиков не разбирается в CMYK и RGB то печатники научились принимать наконец в RGB и возможно они используют принтеры которые настроены на то чтобы наилучшим образом переводить изображение в RGB из RGB в CMYK автоматически собственными силами и вы можете изображение сдавать в виде RGB для печати вот такой результат на этом все надеюсь было все понятно если остались вопросы напишите сообщение к этому видео поддержите мой канал подпишитесь и подписывайтесь на Patreon поставьте этому видео лайк ну и до скорых встреч счастливо подпишитесь подпишитесь